Ситуации, когда камень прилетает в лобовое стекло автомобиля, случаются очень часто. Но автовладельцы не торопятся обращаться в страховую компанию за возмещением ущерба. Все дело в том, что при попадании камня невозможно найти виновного в ДТП, однако отчаиваться не стоит. Есть несколько нюансов, которые помогут получить компенсацию за попавший в лобовое стекло камень. ПДД и попавший в лобовое стекло камень. Чтобы понять, имеет ли право автовладелец получить компенсацию за попавший в лобовое стекло камень, необходимо определить, является ли данное событие ДТП. Согласно ПДД пункта 1,2, дорожным транспортным происшествием признается случай во время движения транспортного средства, в результате которого пострадали люди или имущество участников ДТП. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что попадание камня в лобовое стекло является ДТП. Однако получить компенсацию можно лишь при соблюдении нескольких условий. ДТП произошло во время движения транспортного средства. Камень попал в лобовое стекло в результате нарушения ПДД другим водителям. ДТП зафиксировано на камеру. Видеорегистратор. Пострадавшая сторона зафиксировала ДТП путем вызова на место сотрудников ДПС, либо составлением Европротокола. Если хотя бы одно из условий не соблюдено, пытаться получить компенсацию даже и не стоит. Суд примет во внимание только весомые, аргументированные доказательства. Как получить компенсацию за попавший в лобовое стекло камень? Получить компенсацию по полюсу ОСАГО за повреждения от попавшего в лобовое стекло камень тяжело, но возможно. Для этого после ДТП рекомендуется действовать по общеустановленной схеме. Наименование этапа характеристика этапа, что нужно сделать пострадавшей стороне подготовка к ДТП, установка видеорегистратора и его использование во время поездки. Во время движения автовладельцу рекомендуется использовать видеорегистратор. В случае попадания камня в лобовое стекло, есть возможность предоставить доказательства виновной стороны. ДТП произошел факт ДТП, несмотря на то, что при ДТП многие водители вступают в ступор, начинают проявлять агрессию. Стоит успокоиться, взять себя в руки и начать действовать. Фиксация ДТП составления европротокола, вызов наряда ДПС, если виновный в происшествии водитель остановился, подошел к пострадавшему, необходимо попытаться договориться о заключении евродоговора. В противном случае потребуется вызывать наряд ДПС. Подача документов в страховую компанию сотрудник страховой компании принимает документы, регистрирует заявку. Подготовить договор ОСАГО, фото, видео ДТП, европротокол при его наличии, заявление на выдачу компенсации, результаты независимой экспертизы. Получение решения страховая компания может назначить выплату или отказать в ее предоставлении получить решение указанным способом – по телефону, по электронной почте, через сообщение в личном кабинете, заказным письмом и так далее обжалование решения страховой компании и написание искового заявления в суд. Если представители страховой компании не желают выплачивать компенсацию, необходимо обратиться в суд. Получение решения суда – суд принимает решение на основании представленных доказательств. Получение отказа в предоставлении компенсации, либо судебного приказа ее назначения. Если страховая компания в добровольном порядке не желает возмещать компенсацию за упавшей в лобовое стекло во время движения автомобиля камень, необходимо обращаться в суд. Судебная практика. Как заявляет Верховный суд, стоимость ущерба определяется исходя из рыночной цены на транспортное средство, Верховный суд РФ таким образом, размер компенсации за сломанное лобовое стекло от попавшего камня определяется от среднерыночной. Его стоимости. На практике очень редко автовладельцы обращаются с такой проблемой. Чаще всего водители за свой счет поправляют транспортное средство. Однако, если есть весомые доказательства вины второго участника ДТП, например, запись видеорегистратора, на которой другой водитель нарушает ПДД, из-за чего камень попадает в лобовое стекло, следует отстаивать свое право. В таком случае компенсация будет назначена работниками страховой компании. Если сотрудники фирмы не желают оформлять компенсацию и требуют предоставить дополнительные документы, не имеющие отношения к ПДД, требуется написать заявление в суд. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!